Отвечаю сразу всем на вопросы, почему принят приглашение Казанского инновационного университета на участие в правообразовательном интенсиве «Остров 10-22» в Сколтехе. Во-первых, считаю, что достаточно мудрая была мысль организаторов включить работодателей в число участников команды управленческой. Очень часто так происходит, что университет варится в своем соку и, например, взаимодействует только с абитуриентами, а с работодателями, которые на самом деле являются конечными минифициарами, заказчиками этого процесса, взаимодействует мало. Или взаимодействует на этапе, ну вот, скажем, подошел профвыбор, пятый курс, вам надо определяться, уважаемые студенты, и надо искать работодателя. Давайте же мы предложим работодателям тех, кого мы выпустили. То есть это подход, скажем, вот мы сделали, и вот возьмите тех, кто есть. Работодатель зачастую заинтересован немножечко в другом подходе. Почему? Потому что, ну вот, скажем, взаимодействуя с преподавателем, мы выясняем, кто компетентные, кто целеустремленные студенты, кто готов работать над проектами компании, кто вообще профессионально ориентированный, готов трудоустраиваться. Понимаешь, что из предложенных опять-таки надо выбрать, допустим, какие-то единицы, и приходится выискивать эти единицы по разным вузам, или они иным образом приходят в компанию. Вот, соответственно, работодателю интересно сконцентрировать, например, в одном вузе или в одной профессиональной организации, которая учит определенным профессиональным компетенциям, набор абитуриентов, еще подобранных с 9, 10, 11 класса. С определенной целеустремленностью, с определенными амбициями, карьерными ожиданиями, то есть то, чем заниматься хотел бы определенный период в своей жизни будущий абитуриент, и будущий студент, и будущий работник. Соответственно, это должен быть достаточно серьезный подбор по срезу психологическому, профессиональному, ценностному, то есть вот этих вот самых учеников на этапе старшей школы, срез их профессиональной матрицы компетенций и формирование, как это сейчас говорят, индивидуального образовательного трека. То есть с тем, чтобы вот эта самая матрица компетенций из белых пятен превратилась в цветные фигурки, то есть эти компетенции были бы заполнены, и человек получил бы вот эти профессиональные знания и навыки, которые мог бы применить потом у работодателя. Соответственно, работодатель хотел бы подбирать детей, которых хотел бы, допустим, взять на трехсторонний какой-то контракт с вузом и абитуриентом, участвовать в его обучении, возможно, с частичным финансированием, формировать его индивидуальную программу обучения, следить за ней в разумных пределах, не вмешательству в личные пространства или по договоренности. Допустим, предлагать свои проекты, свои кейсы в образовательные системы, чтобы они решались уже прикладные, то есть не только теоретически, но и практического плана. Также, например, предлагать стажировку или участие в проектах непосредственно на предприятии, чтобы студент мог погрузиться в экосистему компании, и для него не было вот этого самого переходного стресса, когда он вдруг оказывается из одной системы переходит в другую, и там совсем другие правила игры, и достаточно жестко происходит. Многие даже не выдерживают, получают какие-то эмоциональные и психологические срывы, особенно среди девушек. Это, собственно говоря, почему так происходит? Зачастую студент, бывший, приходя к работодателю, слышит свой адрес, например, скажем, что у тебя нет каких-то навыков, знаний, и институт не доучил, несмотря на то, что институт получал эту плату за формирование определенной компетенции в соответствии профессии или специализации. А раз этого нет, соответственно, это вопрос к системе образования. Более того, иногда бывает так, что работодатель говорит, вообще забудь все то, о чем тебя учили в ВУЗе, потому что это все теория, не имеет никакого отношения к жизни, это вообще, в принципе, ставит крест тогда на системе высшего образования. Соответственно, это решается непосредственным участием работодателя в жизни ВУЗа и во взаимодействии со студентами, где-то дистанционным, где-то очным, где-то наблюдением, где-то предложением своих задачек для решения, все такое прочее. Соответственно, работодателю интересно сконцентрировать как раз вот этот цимус, то есть интересных людей, такой вот комплект, если это можно так выразиться, группу обучающихся, с которыми он готов заключить контракт на дальнейшее их трудоустройство, уже заранее понимая, что их готовят под него. Вот, собственно говоря, цель участия в Острове среди управленческих команд ВУЗов именно вот такая, чтобы построить вот эту модель цифрового университета, заранее объяснить целеполагание работодателя, заранее встроить вот эти цели работодателя в систему мотивации ВУЗа, в систему вообще построительства учебного процесса от подбора абитуриентов до выпуска в систему ВУЗа. И, собственно говоря, здесь мнение бизнесменов, работодателей, фактически тех, кто принимает к себе студентов по завершению обучения, здесь очень важно, иногда ВУЗы об этом вообще за ним забывают, то есть они создают некую систему времяпрепровождения студентов, а, собственно говоря, знание – это какой-то элемент, но срез знаний очень часто у выпускника совсем не устраивает работодателя, поэтому работодатель и перестает взаимодействовать с ВУЗом как системой, которая нужна ему. Разрыв между образованием и работой как раз происходит из-за того, что работодатель не видит ценности в этой системе. Вот, соответственно, задача вот эту систему поменять или, может быть, сделать несколько передовых ВУЗов, которые будут учитывать задачи работодателя, это и есть цель участия таких, как я, работодателей в этом самом образовательном интенсиве Острова. Продолжение следует...